всем привет с вами дмитрий урсул в этом видео хотел поговорить об особенностях работы с миди дублевыми папками ну а точнее с выборами дублей в logic pro 10 у меня здесь уже записано партия синтезатора в несколько дублей где играл чуть разные партии это видно здесь по меди информации и я хотел бы здесь просто рассказать какие особенности есть вообще срама при работе вот с такими дублями миди партий дело в том что если вы уже пользовались например работой с аудио дублями то есть аудио дублю папка то здесь вы знаете что здесь легко можно как-то выбирать отдельные элементы слушать и потом собирать уже получившись вот эту компиляцию в виде какого-то единого единого файла если мы работаем с миди у нас к сожалению такой функции нет хотя я лично думаю думаю что разработчики ближайших обновлениях все-таки это учтут и тоже дадут возможность использования от этого quick swipe компинг инструмента тоже как здесь в аудио но тем не менее пока работаем с тем что есть и здесь мы можем либо выбрать целиковый дубль либо у нас есть возможность вывести все вот эти дублик как отдельные мидии регионы независимы то сейчас мы здесь ними работать нормально не сможем то есть все что мы можем это просто выбрать какой-то конкретный дубль и его просто оставить либо мы можем что сделать мы можем сделать антек к примеру ту new tracks то есть что у нас будет в таком случае то есть таком случае у нас все наши эти вот регионы мидин все дубли точнее у нас будут просто созданы копии этого трека и туда просто размещены разные дубли но проблема такого подхода что у нас просто например могут быть какие-то очень ресурсоемкие синтезаторы по сути у вас будет четыре синтезатора загружена но в данном случае 4 для того чтобы просто разместить эти четыре дубля это бывает не всегда удобно вот но просто есть такая возможность иметь ввиду если мы просто выберем обычный антек то есть он раз архивирует все эти четыре дубля как разные независимые мидии регионы вот об этом хотел поподробнее поговорить потому что очень у многих возникает вопрос с режимом вообще работа трека вот в таком при таком выборе так я нажимаю вот у меня казалось создалось тоже четыре дорожки как кажется да то есть то о чем я говорил и вот есть разные миди регионов мы можем их либо одновременно все разметировать либо например какие-то заметировать можем здесь их нарезать то есть какие-то части взять из этого какие то есть обычная работа идет как в дублевые папки только вот в таком более ручном режиме но проблема возникает в том когда пользователи пытаются с этими треками работать дело в том что их смущает почему так происходит то есть почему когда мы при громкости выбираю у одного дубля она убирается у всех остальных почему панорама также себя ведет и почему все плагины себя также ведут то здесь если я поставлю при сюда эквалайзер то он сразу будет здесь здесь и здесь и многих это сбивает с толку не понимает как что это что сделать чтобы этого не было но дело в том что на самом деле это все есть один трек то есть эта особенность лоджика которая еще тянется по москве очень ранних версий если я не ошибаюсь очень дело в том что вот этот 13 14 15 трек это по сути скажем так интерпретация вот этого основного трека просто для того чтобы было куда положить чисто физически вот эти оставшиеся регионы то есть которые остальные наши дубли то есть что это значит есть мы откроем здесь закладку трек напомню что это та самая закладка который содержит основную информацию о выбранном вот здесь треки и мы увидим что канал этот channel здесь написано инструмент 3 и когда я выберу вот этот инструмент у меня также ты инструмент 3 это тоже инструмент 3 и вот здесь у меня есть отдельный инструмент это уже инструмент 4 то есть это совершенно другой трек и он естественно независимый то есть еще раз для тех кто не уловил мысль дело в том что это просто отображение еще одно того же самого трек то есть по сути трек один если мы откроем микшер мы увидим что трек на самом деле один то есть вот он и когда я здесь двигаю фейдер у меня сразу здесь как бы 44 дорожки двигаются изменяется на самом деле это все одна и та же дорожка то есть если вы хотите создать 4 независимые дорожки чтобы возможность иметь эти четыре дубля озвучивать одновременно разными скажем так синтезаторами то для этого нужно было выбрать ту функцию которая называется просто андрект у нее tracks мы выбрали просто режим on pack и я вот именно и о нем хотел сегодня поговорить поэтому пускай вас это не смущает то есть вы можете просто собрать здесь как в дубливой папке вашу партию вы можете что-то замьютить обычным таким видом то есть вы можете шахматном порядке например что-то собрать свою партию к примеру и в таком виде ее оставить либо например удалить все ненужное то есть удалить какие-то ненужные части регионов все разместить на одном треке и избавиться просто от вот этих вот отображений треков то есть я их удаляю но при этом сам трек у меня остался на на месте то все все играет дубли то есть это такой временный временный вариант для просто работы с меди регионами с меди дублями то есть когда вы их разместили то есть этот вариант кажется немножко громоздким таким неудобным и избивающим с толку но с другой стороны он помогает сделать так что у вас не будет перегруза в проекте то есть у вас уже очень много используется каких-то синтезаторов инструментов то создание дополнительных трех синтезаторов таких же для просто других дублей чтобы их послушать но это сами понимаете не очень ну скажем так имеет смысл это слишком слишком шикарно скажем так для дублей занимать такое большое количество производительности процессора вот поэтому имейте это ввиду не пугайтесь что у вас вот такая вот ситуация сейчас я все отменю что у вас эти четыре трека казалось бы как бы залинкованы и никак не получается их разлинковать вы уже знаете что это по сути один и тот же трек просто его скажем так как отражение в зеркале четыре штуки просто для того чтобы мы физически могли разместить наши дубли по вот этим разным отражением чтобы просто удобно было чисто физически с ними работать то есть с ними как-то оперировать здесь что-то двигать что-то переставлять то есть это сделано только для этого не для того чтобы там что-то усложнить или какую-то скрытую функцию показать вот но думаю что здесь все понятно попробуйте это на практике это же принципе было достаточно удобно так как как я уже обозначил у нас пока что разработчики нам не дали возможности работать с меди дублями также гибко как и с аудио дублями с помощью quick swipe comping ну что на сегодня это все в этом видео увидимся с вами в следующих видео уроках с вами был дмитрий русул всем пока